У Жлобинским районе побудуют сметти-сортовальный завод. Пакуль выбирают для его пляцовку. Меж тем эксперты интернета смело докладывают читачам, что территория обранная, узгодненная и там уже вырубают лес. И что пляцовка относится до природоохолной зоны. Марина Северьянова побывала на спречном месте, чтобы отделить виртуальные подеи от реальных. Вырубить лес, сделать тут звалку, литерально паховать природоохолную зону под горыми сметти. Такое резонансное поведомление заявилося на одном из телеграм-каналов. Мы решили разобраться, что тут правда, а что бесподставная паника. В ближайшие годы в регионе побудут три великие сметти-сортовальные заводы. Они заявятся в Гомеле, Мазырском и Жлобинском районах. В Апошнем с початку выбрали территорию побольше звездкой Лесень. Это 12 километров от райцентра. Почему выбор пал именно на эту территорию? Во-первых, эта территория расположена на Солонском сельском совете. Выбор пал потому, что планируется строительство регионального комплекса по обращению с твердыми коммунальными отходами. Два основных поставщика отходов – это будут Светлогорские и Жлобинские районы. Эта территория находится на дороге Р-149, которая соединяет эти два района. Основной поток отходов будет вестись именно с этих районов. Планировалось вести с этих районов. То есть удобная логистика? Да, в первую очередь, конечно, это удобная логистика. Но на данный момент мы провели общественное обсуждение. И по результату общественных обсуждений, и в работе, проведенной и с экологической службой, мы решили отказаться от этой территории, так как она находится в рамках водно-болотного заказника. И улады начали шукать иншую пляцовку. Зараз разглядаются два варианта. Каля вёсок радуша, ті проскурні. Первая находится далёка, каля 30 км от Жлобина, другая – удвоя ближе, каля дзеючага сортовального завода. И он, дарывши свой резерв, уже выпрацаваў и будзе закрыты. И всё ж таки, виртуальны эксперты зробили акцент над тем, что территория заказника наумысно была облюбованная уладами для завода. Тут потребуется тлумачэння. Водно-багновы заказник. Мясцовага значэня – гэта амаль 9 тысяч гектару. За змены климату червонокніжныя рослины засталіся тут прикладна на 800 гектарах. А миштым лес патрабуе проведення сурьёзной леса господаршай дзейнасці. Лязгаз вернулся ў Акадэмію навук с просьбой вывести большу частку тэрэториў зоны заказника яшы ў весну. А гэты ў пляцовку для будавніства завода бралі толькі ў восінь. Видно, по данному планшету, со снимаков із Купутника, то данна территорія заказника ўже видно, как разрежена сплошными санитарными рубками по караену. То есть это доказывает факт того, что на данной территории происходит усыхание, и деревья не способны сами себя заживляти и производить дальнейшее самовозобновление. Поэтому на данной территории проходят сплошные рубки санитарные, и для дальнейшого эта территория восстанавливается лесными культурами, засаживается сосной и берёзой для дальнейшего восстановления наших лесистостей. Ну и опять же, по сути получается, что территория, где произрастают красно-книжные растения, занимает сейчас примерно процентов 10 от всего заказника, не больше. А все остальное можно выводить. Да. Ну, данное заключение мы получим буквально около 10 дней, где-то на первых числах половины декабря. И уже в дальнейшем проведем согласование с районным исполнительным комитетом, инспекцией районной и межрайонной инспекцией при президенте Республики Беларусь. И все это нужно, чтобы спасти лес, да, по сути? Конечно. Отрымливается, что вся смешанная у телеграм-канал информация – миф. Да, были планы, а леза, раз ситуация изменилась. Никто не снищая лес, ведутся выключено санитарные рубки, а на вызволенных местах высадживают новый лес. В настоящее время площадки еще не выбраны, а тем более, что нельзя говорить о том, что есть какое-то предприятие, которое уже проводит работу и так далее, этого ничего нет. После выбора новой пляцовки проведение экологичной экспертизы обовязково продают громадские обмеркования. И когда иснующий завод обслуговывает только Жлобинский район, то могутности нового будут различены сразу на пять. Это так само Светлогорские, Будокошалевские, Кармянские и Рогачевские районы. Запуск сметки сортовального завода запланованы на 2025 год. Марина Северьянова, Сергей Камко, телерадиокомпания «Гомель», Жлобинский район.